Меня зовут Юрий Цепов, я представляю группу LabPP. Это разработчики программного обеспечения, программных дополнений, так называемых аддонс для Архикад. Мы работаем с 2007 года, то есть порядка 11 лет уже на рынке. Помогаем компании графисов, помогаем системе Архикад работать в наших условиях, в условиях нашей страны. Мы адаптируем программное обеспечение, разрабатываем дополнения и развиваем в части, касающейся использования Архикада в наших полях проектирования, на наших строительных нормах и правилах. Общаемся с людьми, общаемся с проектировщиками и стараемся им помогать во всем. Я сейчас расскажу об одной программном продукте, который мы разработали и выпустили в бесплатное пользование. Эта программа необходима для того, чтобы помогать разработчикам ГДЛ-объектов создавать площадные объекты в графисовт Архикад. Как известно, BIM-технология предполагает создание образов объектов для использования в своих проектах. Разработчики, проектировщики и создатели оборудования, создатели элементов различных, покрытий, материалов, доски, всего что угодно, создают свои изделия и заинтересованы в том, чтобы эти изделия попадали в проекты как можно быстрее, а проектировщики вставляли их как можно активнее, а те, кто получает готовый проект, могли бы легко, быстро получать самые оптимальные решения на базе этих изделий. Для этого используется механизм BIM-ГДЛ изготовления и проектирования. Создание объектов в Архикад строится при помощи ГДЛ-языка. На этом ГДЛ-языке создаются фрагменты в объектах, фрагменты, которые отвечают за 2D-представление, то есть представление этого элемента в двухмерном пространстве, за представление этих элементов в трехмерном пространстве и за представление этих элементов в том числе и в интерфейсе. Вот сейчас мы видим на экране скамейку, которая разработана для сайта Хобика, файл-систем, вы можете скачать эти все объекты, посмотреть на своих компьютерах. И мы видим здесь экран, который позволяет нам выбрать определенные параметры данной скамейки. Человек выбирает, что достаточно архитектор. Архитектор берет или проектировщик, кто проектирует, допустим, парк какой-то, берет этот объект к себе, поставит в проект, у него сразу есть готовые материалы, ему не надо заниматься тем, чтобы вводить какие-то особенности, присущие конкретному разработчику, конкретному этому изготовителю этих скамейок. Вот он заложил вот такие вот несколько возможных вариантов расцветки. Значит, мы сразу получаем эту расцветку, сразу получаем все с этим связанные текстуры, и очень красиво и быстро все получается. В том числе здесь мы видим такой характерный для бимпроектирования инструмент, целая технология, которая позволяет, используя GDL-язык, создавать не просто интерфейс для человека, а там же закладывать и возможность расчета цены в соответствии с параметрами. То есть мы изменяем цвет, а у того, кто предоставляет на рынок эту скамейку, в него заложен определенный механизм ценообразования. И в этот механизм ценообразования может изменяться, может вообще цена изменяться. И при помощи программы, при помощи механизма, который тут заложен, практически в момент, когда мы выходим в этот режим редактирования объекта, запускается программа на GDL-языке. Эта программа может отслеживать и цену, и особенности ценообразования. В том числе тот, кто поставляет эти объекты на рынок, он может оперативно изменять механизм ценообразования в данных объектах. А у нас, получается, те люди, которые уже скачали, используют объекты. Эти изменения быстро появляются. Что касается таких объектов, это я рассказал определенную возможность, которая существует, она реализована. Есть площадные объекты. Площадные объекты или какие-то объекты, которые имеют какую-то геометрию. Эта геометрия может изменяться в течение времени или в течение проекта. В проекте вы просто вставили этот объект, и при помощи ходспот-точек, заранее заложенных разработчиком этого объекта, при помощи этих ходспот-точек вы можете изменять конфигурацию этого объекта. Но при этом обязательно отрабатывается та программа. То есть это очень большой плюс, с одной стороны, что тот, кто создавал нам этот объект, он заложил возможности и, соответственно, ограничения в части, касающиеся определенных изменений конфигурации. Зарядку надо подключить. Но при этом мы немножко получаемся зажаты в определенные примитивы. То есть здесь графический примитив используется. То есть даже та конфигурация, которую заложил нам человек, который разрабатывал этот объект, предполагает и четко понятную, конкретную конфигурацию. То есть в данном случае это прямоугольник со скошенной линией, то есть сверху. Можно выбирать типы. Вот здесь мы видим панель редактирования этого элемента. Можно изменять разную конфигурацию, но в рамках определенного примитива. Соответственно, здесь мы переносим за точку, точки привязки переносим, изменяем размеры конфигурации. Соответственно, от этого меняется артикул, маркировка и все остальное. Соответственно, в отчетах мы получаем в интерактивных каталогах сразу и маркировку. Если изделие чуть-чуть изменено, одно от другого, то будет уже в интерактивном каталоге появится еще позиция строка в таблице. Если эти объекты одинаковые, то строка суммирует количественные показатели данного объекта. Технологии очень удобные, однако теперь мы подходим к самому главному. При таком подходе мы зажаты, опять же, жестко предзаданные геометрические параметры. Что же касается таких площадных объектов, например, покрытие пола, нам нужно сделать, например, где-то настелить пол, допустим, доской какого-то цвета, и где-то сделать вырезы, постелить до ту же доску, только чуть другую, и по другим углам, и как-то еще. Но при этом нам бы желательно посчитать, вообще-то говоря, и количество того, что там находится, что мы наделали, и иметь возможность очень быстро все это дело перестроить, когда вдруг заказчику это дело не понравится. Сейчас я покажу, что происходит, что мы сделали для того, чтобы облегчить труд разработчика ГДЛ-объектов, для того, чтобы он мог предоставить при создании таких объектов, мог предоставить проектировщикам возможность легко создавать и формировать даже ценовые предложения, выбирать оптимальные решения. Здесь мы видим штриховку, которую мы нанесли, понятно, используя это волшебную палочку, все что угодно, понятно, что в архикаде это есть, я не буду об этом рассказывать. Как пользоваться штриховкой? Есть огромное количество шикарных инструментов, шикарные возможности обработки геометрических примитивов в архикаде, добавление точек, вставка разных отверстий, всего что угодно. И у нас есть объект, который здесь показан, вот шаблон объекта, я его подготовил заранее. Такой объект, который правильно реагирует и может использоваться в программе Goodwin-GDL. Вот интерфейс Goodwin-GDL вы здесь видите, это несколько кнопочек, которые потом будут расширяться в соответствии с тем, что будет необходимо нашим пользователям, мы с ними общаемся. Это бесплатная система, бесплатное приложение, его можно скачивать с сайта, вот здесь вот есть перейти на filesystem.ru, можно тоже нажимать кнопку, и вы перемещаетесь в большое собрание GDL-элементов, из которого можно получать конкретные, причем это актуальные объекты, которые, используя у себя, вы можете, вот эти же скамейки, грубо говоря. Ну вот, что здесь показано? Мы выбираем штриховку, выбираем этот объект. Выбираем штриховку, вот здесь я специально показал круг с вырезом, выбираем объект. Нажимаем кнопку «Сформировать по штриховке геометрию выбранного объекта». В результате, вот это дублируется, вот тоже получается, это та же штриховка, это тот же самый объект, только с другими параметрами. Он отображает геометрию вот этой штриховки, которую мы задали. Понятно, что будет здесь другая штриховка или что-то другое, то есть он так же отобразил бы нам это самое. Теперь, что получилось? Вот здесь, получается, показано, что, собственно, мы в результате получили. Часто использующиеся и необходимые операции над данным элементом, это, например, изменение направления доски, да? Здесь есть кнопка «Изменение направления», при этом, когда отрабатывает эта кнопка, то есть чтобы она отработала, нужно выбрать элемент, выбрать вот эту кнопку «Нажать», и программа позволит задать направление. Причем здесь эта процедура управляемая, потому что в результате этой операции один параметр, который отвечает за угол направления, в этом объекте внутри изменяется. Он заранее задан. Я покажу, достаточно легко это делается. А теперь, что мы получаем, какой большой плюс? Мы имеем доску. Доска у нас как покрытие в архикаде, должна присутствовать как материал или как покрытие, но она не присутствует как физический объект, как элемент, который отражает ценовые показатели, особенности производителя, то есть кто производит, где производит, зависимость, возможности, какие-то технологические ограничения использования этой доски. Сейчас я покажу, что на самом деле представляет из себя этот объект при редактировании. Здесь вы видите, цена за квадратный метр задана, да? То есть это полноценный объект, хотя площадной. Ценообразование может быть заложено разработчиком ГДЛ-объекта. Соответственно, вот материал темная доска, или выбираем светлую доску. В результате изменяется цена за квадратный метр. В процессе обработки при помощи ГДЛ, Гудвин ГДЛ программы, заполняются такие поля, как вот угол наклона, я уже говорил, площадь поверхности, площадь вырезов, периметр, периметр вырезов. И, соответственно, отсюда разработчик ГДЛ-объекта может получать возможность в своем уже пространстве модели, самой внутри модели ГДЛ, на ГДЛ-языке, формировать более широко и глубоко механизм ценообразования, а нам в результате мы сможем выйти на стоимость данного изделия. Понятно, мы изменяем конфигурацию, стоимость изменяется, потому что у нас изменяется площадь поверхности. Сейчас я перейду дальше. Мы возьмем и уже подойдем к тому, о чем речь. То есть мы берем просто один и тот же, да, в библиотечном, в библиотеке элементов хранится только один объект, один библиотечный элемент. Вы знаете, что часто уже знакомы с ситуациями, когда после нажатия кнопки появляется еще один библиотечный элемент, который мы должны тащить из библиотеки, они должны именоваться по-разному. Вот, грубо говоря, вот этот объект и вот этот объект, они должны быть разные в библиотеке. Хотя мы можем еще неограниченное количество этих элементов сделать вот таким же образом. Но для нас, при использовании данной технологии, нет необходимости плодить эти элементы в библиотеке, то есть расширять количество. То есть это один и тот же библиотечный элемент. Мы их создали, вот я, ну, естественно, прорисовал штриховочку, круг. Совмещая, получилась у нас вот такая вот картина. Ну, можем, естественно, то есть звездочки, там все что угодно. Понятно, что при помощи использования, при использовании прекрасного механизма редактирования штриховок, мы можем создавать любое количество разнообразных прекрасных элементов. Звездочки, прямоугольнички, вот, пожалуйста. Теперь самое интересное, что мы должны получить в результате, дать возможность разработчику, дизайнеру, кто с этим делом работает, предоставить ценовую информацию, сколько это все стоит. Ну и как бы теперь переходим к самому интересному. Вот что мы видим при обычном, совершенно простом интерактивном каталоге. То есть это схема интерактивного каталога, которая дает отчет по цене, площади поверхности. И интерактивность здесь достигается, то есть тут же мы можем какие-то изменения вносить и здесь получать отчет. Теперь возвращаемся к тому, к эргономике. Эргономика решает все. Когда мы создаем шаблон, то есть вот эти штриховки, а если нам второй раз надо сделать? Вот те штриховки старые где взять? Ну это не совсем как бы удобно, да, кажется? То есть понятно, что мы где-то их хранить на каких-то слоях скрытых должны, должны помнить, где они находятся и к чему вообще относятся. Здесь технология, вот при таком подходе, технология позволяет нажимать другую кнопку, грубо говоря, в Goodwin GDL и восстанавливать из объекта конфигурацию этой штриховки. Просто выдает она штриховку на гора-назад. Мы ее потом редактируем и опять запихиваем в этот объект. Все происходит очень гладко и красиво. Вот. Выбираем объект и нажимаем кнопочку вот здесь под базовой кнопкой, под большой. Это как бы вспомогательные кнопки. Но происходит вот такая вещь. Он создает на этом же месте штриховку, в которой мы можем перетащить, что-то изменить, опять выбрать оба объекта, нажать кнопку, и он примет форму этой штриховки. Больше того, мы можем наплодить несколько вариантов и тут же очень быстро посчитать. Оперативно здесь достаточно удобно. За счет чего здесь получается выигрыш? Просто мы берем GDL объект, базовый, который идет вместе с поставкой, вместе с Goodwin GDL, с программой. Либо создаем свой GDL элемент, но в нем просто создаем несколько параметров, которые работают вместе с Goodwin GDL. Используя эти параметры, здесь написано количество, то есть есть список точек, по которым мы можем построить все, что угодно. Здесь мы увидели, как пример показана работа с плитой. Вместо плиты можно рисовать на языке GDL. Если мы можем обрабатывать эти координаты, которые подготовлены при помощи LPP Goodwin GDL, мы можем использовать эти точки для построения просто поверхностей, крыш, достаточно широкой. Использовать таким образом, как это нам нравится. Причем мы можем создавать свои объекты так, что они будут в этом случае использовать, работать вот с этой кнопкой. Либо в другом случае, при определенных входных параметрах, будет отрабатывать другая кнопка. И объект сообщает таким образом, что вот среди этих параметров, все это описано на нашем сайте lpp.net. Здесь описываются входные параметры и правила. Кто сталкивался с GDL языком, он знает, как это работает, достаточно простая вещь. И тогда программа считывает информацию отсюда, понимает, что ей нужно изменить, или что может она сделать с этим объектом. И в каком виде выдать назад эти координаты. Так, чтобы это было удобно для того, как предусмотрел, как попросил разработчик GDL-объекта. В результате вот он и, кстати, заполняется. Вот, видите, площадь поверхности, площадь выреза, все это заполняет программа. Есть кнопка помощи, если есть необходимость. Но это бы тоже, я еще раз повторюсь, идет постоянная работа с теми, кто разрабатывает эти GDL-элементы. Сейчас я покажу один из примеров. Да, здесь я интерфейс просто покажу. Это записать в объект координаты точек штриховки. Понятно, что вместо штриховки может использоваться любой площадной объект. Мы имеем в виду, например, зона. Зона тоже сама, она площадной объект. Вся информация, которая касается конфигурации этой зоны, тоже может быть таким образом. Выбрал зону, выбрал объект. И уже не надо штриховку рисовать, просто вот она выбирается, сразу записывается. Восстановить элемент, штриховку по координатам объекта, записать угол направления, записать в объект координаты точек полилинии. Сейчас мы работаем над этой функцией. То есть, если это какой-то объект, который должен повторять какую-то геометрию кривой линии, то координаты этой кривой линии тоже самые, таким же образом будут записываться и восстанавливаться. Потом, одним нажатием кнопки, восстанавливаться по этой кнопке на экране эта кривая. Практическое применение. Все сталкивались с таким простым элементом, как рамка. Это уже не горизонтальный объект, вертикальный объект. Понятно, что, опять же, когда мы работаем с объектами ГДЛ, объектами в Архикад, мы можем создавать такие правила, когда у нас объект будет размещаться под наклоном, под любым. В общем, я не буду на этом останавливаться. Но вот здесь конкретно берется разрез. Стена, я не знаю, что-то еще, вид. На ней рисуется любого вида штриховка, такая, какая предполагается. Вот эта рамка, она продукт вот этой вот случайным образом просто сгенерирует. Просто нарисовали и все. И вот здесь вот она показана, нарисована. Разрез задан. В результате из этой штриховки получается вот такая вот замечательная рамка. Причем понятно, что она может быть совершенно любая. Дуги какие-то, какие хочешь, я не знаю. Здесь мы не ограничены. Допустим, человек просто тот, кто изготавливает изначально элементы мира, живого мира. Производитель. Допустим, он производит просто профиль вот этот. Он продает профиль. Зачем ему заморачиваться на какие-то разные размеры, возможные размеры рамки. Прямоугольное, круглое, что-то еще. Ему он просто продает профиль. И предлагая профиль на рынок, человек заинтересован, разработчик, то есть создатель, производитель заинтересован, чтобы проектировщик как можно быстрее и лучше, с наиболее понятными, лучше понимали процесс ценнообразования, вставляли в свои проекты. Вот здесь этот элемент позволяет уже делать так, чтобы… Ну, собственно, не буду повторяться то, что я говорил. Ну, собственно говоря, еще. Там времени много сейчас. Еще пять минут. Давайте, есть у кого-нибудь вопросы, вот так скажем. Потому что сама технология, она просто широкая. Язык ГДЛ, как бы кто-то с этим не сталкивался, может быть, не так интересно. Просто идея, которая здесь реализована, она специфическая и касается нас, ну, не кого-то прямо, кого-то косвенно. Но все равно тот человек, который архитектор и проектировщик, который когда-либо работал с Архикадом, или когда-либо работал с САПР современными, он сталкивался с системой BIM, то есть с направлением с этим. Это та ситуация, когда сам объект должен нам что-то говорить, как-то работать так, чтобы нам помогать в том, как мы его используем. Вот здесь мы закладываем базовые возможности для того, чтобы реализовывать в проектах Архикад возможность использовать покрытие в качестве объектов. Потому что покрытие, вот краска. Человек краску продает, как он будет ее вставлять в проект? Так, чтобы было понятно, сколько стоит квадратный метр краски. Мы имеем возможность в САПР использовать только это покрытие как набор физических свойств. Шероховатость, его картинку, которая отображается при этом. Но там цветовые какие-то параметры, но не можем сразу же получить цену или особенности покрытия этого материала.